Дорогие друзья, хочу поделиться планами, учитывая, что вопросы звучат и правильно на них отвечать. Первое. Мы планируем ввести участок набережной до Второй Садовой с пляжем. Эта работа будет закончена в этом году, а пляж будет введен в эксплуатацию, как только можно будет купаться. Но работа не остановится, они продолжатся вниз по течению Волги, в сторону заводского района. Набережная будет благоустраиваться от Второй Садовой и дальше, в сторону Юриша. Мы считаем, исходя из ваших обращений, правильным будет, чтобы как можно большая часть набережной города Саратова была благоустроена, была доступна для жителей. Второе. В ближайшее буквальное время, в течение месяца, должны быть закончены работы по парку Марии Михайловны Расковой. К парку примыкает стадион Торпеда. После ввода в эксплуатацию в этом году, в первую очередь, стадион Спартак и ввода в целом стадиона Волга, остается стадион, который находится в аварийном состоянии, в неухоженном виде. Одним словом, за него стыдно. Поэтому в планах в этом году начать работу по проектированию и на будущий год начать работу по восстановлению. Также мы сделаем, чтобы в течение следующего года был завершен первый этап, в рамках которого будет восстановлено поле, ну и все то, что непосредственно завязано на эксплуатацию этого сооружения. А уже следующим этапом будем строить прилегающие рядом фундаментальные сооружения. Об этом несколько позже. У нас с вами еще остается парк имени Юрия Алексеевича Гагарина. Этот парк требует восстановления. Работы по проекту завершены. Необходимо порядка 100 миллионов рублей для того, чтобы его привести в порядок. Мы эту работу постараемся начать в этом году, а завершить на будущий год. И еще об одном вопросе, который также считаю правильным, исходя из ваших обращений, взять на контроль и постараться решить. У нас с вами есть парк, который называется Детский парк города Саратова. Но мы знаем, в каком он состоянии. Поэтому в планах изучить этот вопрос подетальнее, заказать проектную документацию, обсудить с вами, что там должно быть в этом парке, учитывая, что его возможности позволяют и создать комфортную среду для отдыха с детьми, и занятия спортом. Все это нам предстоит сделать в течение зимнего времени в плане проектной документации, а затем постараться летом начать работу. Вот такие планы, они должны быть реализованы. Обязательно надеюсь на вашу помощь, надеюсь на контроль, высшение работ. И, конечно, все это должно наш город преобразить. Мы должны понимать, что если в городе будет уютно, комфортно, никто не будет приезжать. А наоборот, в город будет возвращаться. И в город будут приезжать для того, чтобы начинать новые дела, вкладывать инвестиции, создавать рабочие места. Эти вопросы обязательно нужно решать параллельно. Поэтому, когда кто-то говорит, а вот вы давайте создайте рабочие места, параллельно с созданием рабочих мест нужно создавать комфортные условия для жизни. И в этом случае точно будет результат. А то пойдет инвестировать в город, где необустроенность, где люди выезжают, и вопросы не решаются. Поэтому мы эти вопросы должны решать одномоментно. Комфортные условия для жизни. Продолжение следует...